Всем привет, котята! С вами, как всегда, ваша Дымчатая Звезда. Сегодня у нас мега ленивое видео, так как у меня совсем нет времени на создание нормальных видео. И поэтому сегодня будет просто ленивое разговорное видео на довольно интересную тему, которую не брал еще никто. Сегодня без модельки, просто смотрите мап на фоне. Стараюсь подбирать их как-то более подходящей по тематике. А именно по названию видео вы уже поняли, что бы было, если бы у котов были праздники. Мне кажется, это довольно интересная тема. Сегодня мы затронем самые известные и популярные праздники в России и в некоторых других странах. Что ж, не будем, наверное, тянуть. Начинаем. Интро у меня нет. Извиняюсь. Итак, первый праздник. Это, наверное, праздник, который отмечают в каждой стране, но каждая страна по-своему. Это День страны. Будем, пожалуй, равняться по моей аудитории. Итак, большая часть моих подписчиков живет в России и наверняка все знают, что в России отмечают День России. И, наверное, в каждой стране есть свой День страны. Но что бы было, если бы был День племени в котах-воителях? Наверняка к такому празднику готовились бы заранее. Мне кажется, запасались бы добычей для того, чтобы не патрулировать и не охотиться в этот день. И в этот праздник коты бы просто отдыхали, вспоминали законы племени, какие-то традиции свои. Старящины бы рассказывали что-нибудь молодым поколениям. И коты бы наслаждались тем, что состоят в том или ином племени. Если бы это относилось ко всем племенам и было бы в один день, то в один день можно было бы, скажем, сделать священное перемирие. Коты могли бы ходить друг к другу в гости. Но раз это именно День племени, мне кажется, что лучше было бы, если бы они проводили это в кругу своих соплеменников. Итак, следующий довольно популярный праздник – это Новый год. Итак, как бы же коты отмечали Новый год? Мне кажется, у них бы он был не зимой, так как все-таки весна. Весна, да. Мне кажется, он бы был весной. В сезон молодых листьев вроде как. Вот. Ведь у них так, наверное, начинался бы Новый год. Раз. Вот, все обновляется, природа становится вновь юной. И так, мне кажется, было бы и больше подходило под Новый год. И в этот день они могли бы украшать свой лагерь во что-нибудь. У них, возможно, было бы тоже какое-то дерево вроде елки, как у нашего Нового года. Возможно, это, опять же, была бы елка, а может быть, какое-нибудь другое дерево. Например, в речном племени деревьев почти что нет, так что они могли бы украшать камыши, или вместо елки у них бы был какой-нибудь пень. Так как, допустим, в грузовом племени собрание предводителей подводят стоя на большом камне, а в речном племени это пень. Мне кажется, могли бы украшать пень. Всякое может быть. И если бы Новый год у них все же был зимой, тогда бы они могли играть в снежки, дарить друг другу подарки. Возможно, они бы готовились еще с лета, запасали какие-нибудь цветы, украшения, сушили бы их, чтобы потом ими украшать лагерь. Возможно, ходили бы, опять же, в гости по племенам, было бы перемирие, они бы дарили друг другу что-нибудь. Думаю, было бы вполне неплохо, весело и очень мило. Так, следующий праздник это 8 марта и 23 февраля. Думаю, такие праздники могли бы сделать, как День войнов, когда, допустим, отдыхала вся часть именно котов племени. Вспоминали бы свои боевые навыки, говорили о битвах прошедших. На 8 марта был бы День всех кошек, когда бы им дарили какие-то цветы, украшения. Они бы отдыхали, коты бы забирали всех котят у королев и сидели с ними, в то время как кошки могли бы отдохнуть и насладиться хоть один денек спокойной жизнью. Итак, дальше. Возьмем, скажем, 1 июня, День защиты детей. Окей, извините, на него видео не было, так что пока что июнь, еще не поздно. Поздравляю вас с этим еще раз. Хоть уже прошло довольно много времени с начала лета, но записала видео только сейчас. Итак, тут название говорится ему за тебя. День защиты котят. Мне кажется, такие дни котятам можно было бы позволить чуть больше. Например, они могли бы выходить из лагеря, но только в сопровождении нескольких взрослых воинов. И с ними бы играли в такие дни. Старейшины бы рассказывали им еще больше историй. Им бы предоставлялось первым право взять добычу. Так что, думаю, такой день был бы тоже вполне неплохим. Так. Что ж, какие там еще праздники остались? Ну, сказать, День пожилого человека. Можно бы сделать как День старейшин. Точно так же, как и День защиты котят. Старейшины могли бы иметь свой день, День пожилого кота. Такие дни за ним бы ухаживали еще больше. Они бы проводили всему племени какие-то истории, как было раньше. Рассказывали бы много всего интересного, так как молодому поколению всегда не поздно поучиться у старейшин, так как они много всего больше знают. И прожили довольно много на веку своем. И могли бы рассказать какие-то очень поучительные факты всем молодым котам. Следующий праздник – это 1 сентября, День знаний. Думаю, этот праздник был бы один из наиболее интересных, ведь он бы мог стать праздником всех оруженосцев. Если вспомнить события из книг третьего цикла, то Белка придумала провести соревнования оруженосцев. На День знаний можно было бы также проводить соревнования оруженосцев и учеников-целителей. То есть они могли бы собираться в каком-то месте, демонстрировать там свои охочие боевые навыки. А целители могли бы обмениться знаниями о своих травах, болезнях и так далее. И они могли бы поменяться местами. Допустим, всем нужно знать дополнительно. Допустим, целители также учат боевым навыкам, только чуть в меньшей степени. Думаю, и оруженосцам полезнее было бы узнать какие-нибудь знания о травах. Они могли бы собираться всеми племенами, делиться, обмениваться знаниями. И так бы получился День знаний. И в такие дни свои навыки могли бы пробовать даже взрослые войны. Окей, идем дальше и заднем еще несколько праздников. Итак, сначала возьмем 1 апреля. День шуток. Что-то у нас в последнее время слишком много праздников выпадает на дату первого числа. Ну, думаю, тут ничего объяснять не нужно. В этот день коты могли бы шутить друг с другом. Делать всякие интересные розыгрыши. И что-то в этом роде. И, наверное, последний праздник, который сегодня мы затронем, это Хэллоуин. Хоть он и не русский, но все-таки некоторые люди его отмечают. Думаю, было бы довольно интересно. Знаете, как бы проводили его коты-воители. Но, мне кажется, в этот день могло бы быть смещенное перемирие как раз. И коты могли бы ходить друг к другу в гости по племенам, калейдовать. Правда, допустим, можно было бы устраивать хотя бы по 2 воина из одного племени, которые следили бы за воителями из соседних племен, которые пришли на их территорию. Для того, чтобы не было никаких краш, разборов с дичью и так далее. Итак, в Хэллоуин обычно все наряжаются в костюмы, но не думаю, что коты способны на это физически. Но, мне кажется, хотя бы в какое-нибудь болотное чудовище они могут нарядиться. Допустим, обваляющиеся грязи в листьях. Так что, все-таки хоть что-то они надеть на себя, сказать могут. А обменятся они, опять же, могли дичью. Или какими-нибудь такими, допустим, камушками или палочками. А потом, все это на советах племен бы подсчитывалось. И тому, кто больше всего набрал каких-то вещей, о которых бы заранее договорились, допустим, лепестков, как я уже говорила, камней, шишек. Ну вот, кто больше всего набрал, тому бы давался какой-нибудь главный приз в виде, опять же, добычи или чего-нибудь еще. Думаю, они бы тогда сами об этом договорились. Это было мега-ленивое и бессмысленное видео. Просто рассуждение, что бы было, если бы у котов-воителей были праздники. Я не сделала такой важный праздник, как день рождения. Просто потому, что в котах-воителях уже неоднократно говорилось, что они не имеют чего-то времени. То есть, они не знают цифр, чисел. Для того, чтобы запоминать, кто в какой день родился, они просто не могли бы понять это, так как, допустим, в один год может быть одна погода в этот день, а на следующий год будет уже другая. Так что по погоде определить бы не смогли. Поэтому вряд ли у них были бы какие-то день рождения. Могли бы быть день рождения целыми группами в племени. Допустим, все, кто родился в сезон юных листьев или голых деревьев и так далее. Но, я думаю, это было бы уже труднее. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. И я хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором выходят спойлеры, немного о моей личной жизни, о том, что я делаю и всякая прочая ерунда. Также там проводятся всякие лоты, конкурсы и так далее. И хочу также порекомендовать вам свой второй телеграм-канал по моему сериалу Дорога в лес, который больше является не сериалом, а теперь фанфиком. Там выходят главы, ваши фан-арты. Также будут проводиться конкурсы и так далее. Что ж, надеюсь, это видео хоть немного залетит. Оно было сделано чисто для поднятия актива, так как в последнее время я ничего не выкладываю. Всем спасибо за просмотр.